Президент США Дональд Трамп объявил о нормализации отношений Израиля и Марокко. В своем аккаунте в Твиттер Трамп написал «Очередной исторический прорыв. Два наших больших друга договорились о полном возобновлении дипломатических отношений. Невероятный прорыв для мира на всем Ближнем Востоке». Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба Белого дома. Согласно условиям договора, США признают суверенитет Марокко над Западной Сахарой, на которую претендовали Мавритания и Марокко еще в 70-е годы прошлого века. До 1991 года в зоне конфликта продолжались боевые действия. Затем ООН направила туда миротворческую миссию. В настоящее время около 80% территории Западной Сахары находится под контролем Марокко. По мнению Америки, полная автономия королевства – единственное решение территориального конфликта. В связи с этим советник президента США Джаред Кушнер отметил, «Этим историческим шагом Марокко укрепляет свои давние отношения с общиной марокканских евреев, представителей которой проживает на территории страны и за ее пределами, включая Израиль». Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выразил удовлетворение заявлением администрации США и поблагодарил короля Марокко Мухаммеда VI за встречную позицию. «Марокко – шестая арабская страна, нормализовавшая отношения с Израилем». Ранее о подобных шагах объявили Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Ордания, Египет и Судан. В штате Миннесота в США суд вынес приговор лидеру террористической ячейки White Rabbit. В 2017 году трое мужчин осуществили подрыв в мечети Дар-Аль-Фарук города Блумингтон. Идеолог преступления – 49-летний Майкл Харри, считающий себя консервативным христианином. Виновному грозит не менее 35 лет тюрьмы. После вынесения вердикта Харри сообщил «Я протестую против своего фальшивого суда, подвергаясь суровому испытанию в виде голодовки, чтобы доказать свою невиновность и искренность». На суде выяснилось, что цель взрыва была напугать мусульман и показать, что им здесь не рады. Прокуроры заявили, что Харри создал группу ополченцев под названием White Rabbit и завербовал еще двух мужчин, чтобы присоединить к группе, которую он снабдил военизированной техникой и автоматами. Во время суда над господином Харри прокурор зачитал отрывки из манифеста группы, в котором содержались антимусульманская риторика и призыв вернуться к старым добрым временам. Местные мусульмане вздохнули с облегчением после оглашения приговора. США включили футбольный клуб «Ахмат» и благотворительный фонд «Ахмата Кадырова», созданный главой Чечни Рамзаном Кадыровым, в санкционный список по акту Магнитского. Также в списке, опубликованном Американским министерством финансов, такие компании и организации, как «Мегастройинвест», «Чеченские минеральные воды», «Абсолютный чемпион Ахмат», «Ахмат ММА». Вашингтоном были введены и индивидуальные санкции против заместителя главы правительства Вахита Усмаева, полномочного представителя Чечни при президенте России Зияда Сапсаби, помощника Кадырова Даниила Мартынова, его представителя в Европе Тимура Дугазаева, а также тренера по конному спорту Сатиша Симора. Глава Чечни прокомментировала введение санкций в своем телеграм-канале. «Друзья, Америка начала бороться со спортом, с женами, детьми, благотворительными организациями, спортсменами, лошадьми. Этому только одно название – дебилизм. Потому что ничего абсурднее в истории всего человечества не было никогда». Сам Рамзан Кадыров попал в список Магнитского в 2017 году. Вашингтон полагает, что он несет ответственность за нарушение прав человека в Чечне. В июле 2020 года Кадыров и его семье запретили въезд в США. Кроме того, 10 декабря Великобритания объявила о санкциях в отношении некоторых представителей Чеченской республики. Президент Турции Реджеп Таиб Эрдоган резко осудил позицию Эммануэля Макрона, который, поддержав инициативу Национального собрания Франции, также признал независимость Карабаха. «Тут важны качества лидерства. У тебя нет права встать и сказать, что Карабах – государство, исходя из решения твоего собрания. На это даже Пашинян не решается, а ты стараешься пронести. Макрон не научился политике. Возможно, он будет зол на меня в этот вечер, но мы вынуждены сказать правду». Данное заявление Эрдоган выдвинул на параде победы, который прошел в Баку 10 декабря. Президент Турции был приглашен на мероприятие в качестве почетного гостя. Стало известно, что Азербайджан и Турция объявили об отмене загранпаспортов при взаимных поездках граждан. Министр иностранных дел Турции Мевлюдчеву Шуглу назвал данные событий еще одним шагом в деле сближения Анкары и Баку, которые верны концепции «одна нация, два государства». В рубрике «Без комментариев» предлагаем посмотреть кадры из благословенной Микки. В эти дни город заполонила саранча. Жители города выкладывают видео и фото в социальных сетях. Сажай деревья, даже если это будет твоим последним поступком. Следуя сунни пророка Мухаммада, мир ему. Житель турецкой провинции Мардин, 70-летний шейх Мус Эргиноглу, за последние 25 лет посадил свыше 10 тысяч деревьев, в том числе 7 тысяч сосен и 3 тысячи плантов, превратив свалку в родном городе в лес. Я построил в Мардине 50 родниковых фонтанов. Посадил всего 10 тысяч саженцев в Савуркопы и продолжаю заниматься этим дальше. Прихожу каждый день поливать саженцы. Я потратил здесь 17 тысяч турецких лир. Саженцы выросли и теперь семьи собираются, чтобы посидеть здесь в тени деревьев и устроить пикник. Они едят овощи, которые я выращиваю. Единственная просьба шейх Муса Эргиноглу к посетителям не наносить вред растениям и сажать деревья, как завещал пророк Мухаммад. Мир ему. Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пагдемирли поблагодарил Эргиноглу в соцсетях, поставив его в пример общественности. Если есть темы и события, которые вы считаете, что нужно осветить, напишите нам. Ньюс собачка олив.тв